4 часа, 15 локаций, сотни любителей искусства. Музей Белорусского Полесья в восьмой раз принял участие во всемирной акции «Ночь музеев». Культурное представление проходит ежегодно 18 мая, символично в профессиональный праздник музейных работников. Все самые яркие моменты эксклюзивного вечера в репортаже Светланы Лёли. Под раскаты духового оркестра и энергичную волну танцоров Дарлинга Пинск присоединился ко всемирной акции «Ночь музеев-2018». Впервые праздник развернулся на импровизированной площадке под открытым небом у музея Белорусского Полесья, где собрались все, кто любит историю и искусство, все, кто умеет наслаждаться прекрасным. Каждый год, конечно, очень сложно нам что-то находить новое, но все же наш музей очень богат экспонатами. Более 75 тысяч экспонатов находятся в фондах нашего музея. Это огромное количество, поверьте мне, потому что мы на втором месте в области по экспонатам, то есть немножко лидирует город Брест, ну так исторически сложилось, а по ценности, наверное, мы. «Ночь музеев» — это единственное время в году, когда можно в одночасье вдохновиться всем самым интересным и захватывающим, что есть в музейной жизни города в режиме нон-стоп. «Ночь музеев, ночь загадок, так волшебна и ценна. Свыше 10 площадок в этот праздник не до сна. Один из старейших в Белоруссии музей Белорусского Полесья 18 мая традиционно поддерживает всемирную культурную акцию «Ночь музея». Праздничная программа в этом году насыщенная как никогда. В каждом зале, коридоре у главного входа что-то да происходит. Если на улице гостей развлекали ремесленники и музыканты, то внутри музея это делали безмолвные мимы и динозавры, ведьмы, палачи и не только. Кайся, грешница! Я ночью в музее первый раз. Сначала было весело, а до того момента, как меня сюда забрали. Было очень страшно, потому что не очень страшно. Пятый год. Мы ходим ежегодно. Пять лет подряд мы одухотворенные уходим. Очень хорошо проводим время и довольны подготовкой. Всех организаторам спасибо за то, что нам такую красоту сделали. Мне больше всего нравится, что тут всякие интересные экспонаты, все такое интересное, древнее. Мне тоже нравится, это интересно и интересно что-нибудь узнать о древних вещах. Мне тоже очень понравилось все древнее. Можно песни послушать. Все классно было. Свои двери в музейную ночь распахнули залы русской живописи, этнографии, истории Пинщины, Великой Отечественной войны. В каждом своя атмосфера, своя интерактивная программа, в том числе мастер-классы, фотозоны, квесты, театрализованные выступления артистов, увлекательные рассказы о Пинске, жителях и почетных гостях города в разные эпохи. Например, презентация новой экспозиции «Король в Пинске», посвященная приезду последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского в наш город в 1784 году. Как можно не любить музей? Ведь здесь история нашей жизни. Мы творим историю, мы ее сохраняем и творим. Очень приятно, что сегодня очень много посетителей у нас на ночь в музее, и что иногда в залах невозможно было протолкнуться, нужно было ждать очереди, чтобы попасть к тому или иному экспонату или к тому или иному развлечению. Очень приятно, что с каждым годом все больше и больше людей присоединяется к нашей акции. В этом году мы вынесли праздник и на улицу, и просто сделали его каким-то мегамасштабным, и мы надеемся, что в следующем году посетителей будет не меньше, а даже больше. Музей Белорусского Полесья признают уникальным, ведь он размещается в историческом здании бывшего иезуитского коллегиума – памятники архитектуры 17 века. В следующем году главному Пинскому музею исполнится 95 лет.